По сложившейся традиции, любое дело у казаков начинается с молитвы. Этот праздник не стал исключением. Молебен на доброе дело провел настоятель Свято-Ануфреевского храма, протеерей Виктор Полянкин. Знамена Анапского районного казачьего общества внесли в зал под гимны России и Кубани. Заместитель атамана Кубанского казачьего войска, войсковой старшина Константин Перенишко, особо отметил, что за 25 лет службы анапские казаки показали безупречную репутацию и преданность общему делу. А вклад анапчан в события, которые развивались в Крыму в 2014 году, оказался бесценен. Когда случились крымские события, казаки встали и первыми анапчане пошли на тот берег, для того, чтобы стать на защиту, стать тем самым бронежилетом всего народа, всех граждан, проживающих в Крыму и бронежилетом всей России. Потому что в те дни еще никто не знал, чем это все закончится, и еще даже вооруженных сил там не было. А казаки уже стояли и выполняли свою историческую миссию по приказу атамана Кубанского казачьего войска. Большую роль анапское казачество играет в жизни и самого города. Совместные рейды с полицией, охрана правопорядка и обеспечение безопасности на социальных объектах Анапы – это лишь малая доля того, что делают казаки совместно с администрацией курорта. В свою очередь, глава города делает все возможное, чтобы взаимодействие было плодотворным. Благодаря поддержке сегодня администрации, главу муниципального образования Сергея Павловича Сергеева, мы видим, что были и выделены средства сегодня на содержание нашей дружины. 40 казаков содержатся за наши муниципальные средства, которые сегодня участвуют в охране общественного порядка. Для того, чтобы воспитать нашу молодежь, наших казачат, создано сегодня 39 казачьих классов, 15 групп казачьих направлений, и делается многое, 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 и будет это притворяться в жизнь. Это задача государственная. Она будет выполняться. За большой вклад в духовное становление казачества и патриотическое воспитание казачьей молодежи, благодарностью атамана кубанского казачьего войска, был награжден протеерей Виктор Полянкин. Почетной грамотой настоятель храма святой великомученицы Варвары, протеерей Алексей Гусев. Также были вручены благодарности, грамоты и подарки ветеранам, труженикам районного казачьего общества и начальникам управления культуры и образования. Микитюк Наталья Васильевна, начальник управления образования, муниципального образования, город-курорт Анапа. Казаков поздравили почетные гости праздника. Атаман Таманского казачьего отдела, казачий полковник Иван Безуглый, депутат законодательного собрания Краснодарского края, казачий полковник Владимир Верстунин, заместитель председателя Анапской местной общественной организации греков Горгипия Христофор Асланиди и председатель правления Центра армянской национальной культуры Эрсен Эриян. Они вручили юбилярам ценные подарки. Особо были отмечены директора школ, в которых ведут свою работу казачьи классы. А лучшим казачатам за отличные показатели в учебе также были вручены награды. Большой праздничный концерт стал яркой финальной точкой в юбилейном мероприятии.